Кризис разрастается как снежный ком. В ответ на все новые ракетные испытания Совбез ООН ввел санкции. КНДР пригрозила Америке ядерным ударом и понеслось. Дональд Трамп обещал ответить огнем и яростью, каких мир не видывал. Абхинян заявил о планах удара по американскому Гуаму. При благоприятном развитии событий, упреждающий удар США по пусковым ракетным установкам или ядерным объектам на территории Северной Кореи должен не только подорвать корейский военный потенциал, сколько принудить Ким Чен Ина к диалогу во избежание войны, в которой он не сможет победить. Если он проявит терпение и попытается найти выход путем переговоров США при участии Китая и России, у него есть шанс остаться в живых. Однако сама идея военных действий, направленных на устранение угрозы Пхеньяна, обосновывается именно непредсказуемостью поведения агрессивного лидера Северной Кореи. Утверждение о том, что Ким Чен Ин достаточно безумен, чтобы напасть первым, но достаточно рационален, чтобы не ответить на атаку США, лишено какой-либо логики. Северная Корея предупредила, что преподнесет США жестокий урок, ответив на любые военные действия ядерным ударом. По мнению экспертов, военное вмешательство, скорее всего, спровоцирует массивный удар Пхеньяна по Южной Корее с использованием артиллерии и химического оружия. Это способно привести к серьезной эскалации конфликта на полуострове, где размещены 28 тысяч американских военных. Северокорейская армия способна в течение часа произвести около 300 тысяч артиллерийских залпов, под ударом которых окажется половина населения Южной Кореи, включая его столицу Сеул, в котором живет 10 миллионов человек. Попытка атаковать все ракетные и ядерные объекты на территории Северной Кореи вряд ли возможна без полномасштабного вторжения. Для полного уничтожения северокорейских ядерных и ракетных объектов может потребоваться ни много ни мало на уничтожение северокорейского режима как такового. В конечном счете, считают военные аналитики, Соединенные Штаты могут добиться победы в войне с Северной Кореей, однако это будет иметь разрушительные последствия для региона и может стоить жизни миллионам людей. Также существует вероятность того, что на стороне Пхеньяна может выступить Китай, что приведет к непредсказуемым последствиям. И только что на лентах информационных агентств появилось заявление министра обороны Соединенных Штатов Джима Мэттиса, в частности его цитирует агентство Reuters. Глава Пентагона и министр обороны Соединенных Штатов заявил, что КНДР должны сделать выбор в пользу прекращения действий, которые приводят к изоляции страны, и отказаться от попыток создать ядерное оружие, заявил Мэттис в своем заявлении. Кроме того, КНДР должны прекратить любые действия, которые могут привести к концу режима правящего и к гибели людей, заявил Мэттис. Значит ли все эти события, что США и Северная Корея и вообще Азиатско-Тихоокеанский регион на грани большой войны? Обсудим ситуацию с обозревателем настоящего времени Александром Григорьевым. Саша, приветствую. Разные звучат оценки. Некоторые уже говорят, что вот еще немного, еще пара таких зажигательных заявлений с обеих сторон, и понесутся ракеты. Насколько обоснованы такие опасения? Мы не знаем, но для начала давайте говорить о том, что этот кризис начался не вчера, не сегодня, не неделю назад, а даже не месяц назад. Он начался несколько десятилетий назад. Он продолжается, иногда он обостряется, иногда кризис немножко демпфируется, дипломатия начинает действовать. Два десятилетия назад северокорейцы сотни раз нападали на американских военных, которые несут службу в демилитаризированной зоне. То есть состояние войны между северной Кореей и Соединенными Штатами никуда не делалось. Есть перемирия, которые легко нарушить. И предпринимались самые разнообразные попытки наладить диалог с этим государством. Иногда они приводили к каким-то временным успехам, иногда не приводили. Ну подожди, я помню, безусловно, за всю мою жизнь мы слышали достаточное количество вот этих вот пафосных дикторов КНДР, которые обещали огонь на головы американцев. Но не доходило до того, чтобы президент Соединенных Штатов говорил, что на вас обрушится мощь и ярость, что больше похоже на название будущей спецоперации. А Пхеньян говорил, а тогда мы ударим по Гуаму. Вот про Гуаму никогда еще раньше не говорили. Это говорит о том, что северокорейские ракеты теперь способны нанести удар по этому острову. Давайте посмотрим короткий сюжет о том, что такое Гуам. Пока готовятся. Гуам – небольшой остров в Тихом океане, площадью чуть больше 500 квадратных километров, на котором живут около 160 тысяч человек. Он расположен намного ближе к Азии, чем к Америке. Из Лос-Анджелеса до Гуама можно долететь почти за 13 часов, из Сеула – за 4,5. Остров имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. Его жители по праву рождения получают американское гражданство. Но до тех пор, пока не переехали на материковую часть Соединенных Штатов, они не участвуют в президентских выборах, а их представитель в Конгрессе имеет совещательный голос. Гуам обладает автономией во внутренней политике, а Вашингтон оперирует вопросами обороны, безопасности и внешней политики. Гуам имеет важное стратегическое значение. Во время Второй мировой войны за него шли тяжелые бои. Ныне это одно из ключевых звеньев в азиатском периметре безопасности США. На Гуаме базируются боевые корабли и самолеты. Военный аэродром способен принимать и обслуживать стратегические бомбардировщики. По мере сокращения военного присутствия США на территории Японии, на Гуам должны быть выведены части корпуса морской пехоты. Ранее Северная Корея регулярно выступала с угрозами нанесения удара по американским военным, расквартированным в Южной Корее. Ныне ракетные возможности Пхеньяна увеличились, а судя по оценкам разведок, КНДР способна изготовить ракету и с ядерной боеголовкой, способной поразить Гуам. Губернатор Гуама выступил со специальным обращением к жителям острова, пояснив, что находится в постоянном контакте с военными США и с Белым домом. «Я хочу успокоить народ Гуама. Ныне не существует никакой угрозы нашему острову или Марианским островам». Позже со схожим заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тилерсон. «Тут следует учитывать одно, что Гуам это или не Гуам, ядерный взрыв – это уже недопустимая цена конфликта. Соединенные Штаты, как и все международное сообщество, не могут позволить начало ядерной войны, куда бы не был нанесен этот ядерный удар». Тем не менее, реакции, например, Дональда Трампа. Давай поговорим об этом. Некоторые сегодня эксперты, и, например, Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники в Белом доме, утверждают, что вообще для советников Белого дома стало неожиданностью столь резкое заявление президента Трампа, который, по сути, эскалировал всю эту ситуацию, лишь добавив масла в огонь. Ну, безусловно, это сюрприз, потому что раньше президенты США напрямую не угрожали. «Применением силы», причем в таких красочных терминах. То есть Трамп, на мой взгляд, совершил большую ошибку, поставив себя на одну доску с северокорейскими информационными агентствами, которые традиционно придерживаются подобной лексики. Простор действий у Трампа и у администрации США существенно уменьшился, потому что применение силы, которая всегда, априори, подразумевалась в отношениях Северной Кореи, никуда не делась это. Но нанесение какого-то невообразимо мощного военного удара по Северной Корее – это уже совершенно другая возможность. Это не ограниченный ядерный удар по ядерным объектам, например, или ракетным ядерным объектам. Это что-то, Трамп намекает на что-то намного большее. Я надеюсь, что заявления Трампа, которые известен своими эмоциями и острым языком, останутся заявлениями и на этом все останется. Потому что, по большому счету, за исключением дипломатии и попыток принудить северокорейский режим каким-то более-менее внятным способом поведения, другой альтернативы нет на сегодняшний момент. В этом смысле любопытно, что нашелся ролик с Дональдом Трампом 17 или 19-летней давности, где он обсуждал в эфире Северную Корею, обсуждал, что только-только дипломатией можно все это решить. Спасибо. Александр Григорьев, обозреватель настоящего времени, мы говорили о кризисе, который нарастает в отношениях Соединенных Штатов и Северной Кореи. Теперь к внутриамериканским событиям. Сегодня стало известно, что агенты ФБР еще две недели назад отправили обыск в доме Пола Манафорта. С ордером к бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа пришли в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США и связи окружения Трампа с Москвой. Белый дом и юристы президента США пока никак не отреагировали на эту новость. Впрочем, Дональд Трамп не перестает твитить о своих усилиях по модернизации ядерного счета, предвзятости СМИ и успехах администрации. Андрей Деркач, обо всем по порядку. Андрей. Привет, Рома. Как мы знаем, Дональд Трамп и не думает отрешаться от насущных проблем даже во время отпуска. Судя по его твиттеру, он следит за всем происходящим. Правда, кое-что, возможно, ускользнуло от его внимания. Речь идет о взрыве бомбы в мечети города Блумингтон, штат Миннесота, который произошел в субботу и который президент до сих пор не прокомментировал. Себастьян Горко, советник Трампа, в интервью телеканалу MSNBC сказал, что президент не спешит с комментариями, поскольку мотив преступления еще не установлен. Возможно, оно и не является преступлением на почве ненависти, заявил Горко. Такое объяснение не устраивает мусульманскую общину США. Ибрагим Хупер, лидер организации Совет по американо-исламским отношениям, говорит, что у президента есть время на все, что угодно, только не на осуждение атаки на мусульманское сообщество. Напомним, что Марк Дейтон, губернатор Миннесота, еще в воскресенье назвал произошедшее в Блумингтоне актом терроризма. Сегодня Дональд Трамп активно занимается ретвитами постов утреннего шоу Fox & Friends, выходящего на телеканале Fox. Среди тем заинтересовавших президента наезд автомобиля в пригороде Парижа на французских солдат, мусор на границе с Мексикой и ядерное оружие, видимо, в консекте обмена угрозами с Пхеньяном. К слову, специалисты говорят, что модернизация ядерного арсенала началась при бараке Обаме и может продлиться еще несколько лет. Не смог Трамп обойтись и без нападок на либеральную прессу. Кстати, президент любит читать не только ее. Издание Vice News выяснило, что президент два раза в день получает от отдела по общественным связям необычный отчет, который носит название «пропагандистский документ». В 20-25-страничном документе собираются статьи, интервью и сообщения в Твиттере, в которых есть положительные отзывы о Дональде Трампе. Когда текстового материала не хватает, отчет наполняется фотографиями президента. Помогают составлять отчет 10 человек из Комитета Республиканской партии. Источники Vice News утверждают, что в свое время отчет представляли Райан Сприбус и Шон Спайсер, когда они еще работали в Белом доме. И что Трамп постоянно требовал, чтобы отчет был более позитивным. В этот отчет наверняка не войдет следующая новость. Комитет по надзору Палаты представителей решил выяснить, какие госструктуры имели финансовые отношения с бизнесом Трампа. Из-за запутанности финансовых дел президента очень сложно понять, принимает ли он свои решения в интересах общества или с целью получить финансовую выгоду для себя и своей семьи. Это также ставит федеральных служащих в такое положение, когда они работают в его финансовых интересах. Из официального письма Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей. Вот такое письмо было направлено в 15 министерств и 9 агентств. В нем также описывается, где именно могли возникнуть конфликты интересов. Например, в случаях, когда госдепартамент снял 19 комнат в гостинице Трампа в Ванкувере. Или когда секретная служба охраняла Эрика Трампа в бизнес-поездке. Все необходимые документы должны быть предоставлены в Комитет до 25 августа. Напомним, что бизнесом Трампа заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер. Правда, в рамках другого дела о вмешательстве Кремля в президентские выборы. Недавно в Твиттере Трамп отмечал, что Мюллер не имеет полномочий изучать его финансовые дела, а само расследование назвал охотой на ведьм. Но, похоже, президент смягчил свою позицию. Об этом интервью USA Today заявил адвокат Трампа Джон Доут. Президент благодарен за то, что Боб Мюллер делает, и попросил меня об этом ему сообщить. Что я и сделал, сказал Доут. С другой стороны, Мюллер не собирается смягчаться. Как мы уже говорили, Вашингтон-Пост сообщает, что 26 июля ФБР без предупреждения произвело обыск дома Пола Манафорта, бывшего члена предвыборного штаба Трампа, который подозревается в связях с российским правительством. Это произошло на следующий день после того, как он давал показания в Сенате, как утверждает издание. Такие действия спецпрокурор Мюллер мог совершить, только убедив федерального судью в том, что Манафорт пытается скрыть кое-какие улики. Напомним, ранее Манафорт не раз заявлял о желании добровольно предоставить все интересующие расследования материалы. Роман, у меня все. Спасибо, Андрей. Продолжим о внутриамериканских темах. Статистика смертности от болеутоляющих препаратов, содержащих опиоидов в США, уже превысила число погибших американцев на дорогах. Это более 50 тысяч человек в год или более 100 американцев ежедневно. Президент Дональд Трамп, находясь в рабочем отпуске в своем гольф-клубе в Ниджерси, провел брифинг по этой проблеме, пообещав активизировать роль правоохранительных органов. Сидя рядом с супругой Меланией и министром здравоохранения и социальных служб Томом Прайсом, президент Трамп заявил репортерам, что опиоидная эпидемия сегодня затрагивает уже все слои американского общества. Передозировка – это главная причина смертности в Соединенных Штатах. Смертность в результате передозировки опиоидами возросла почти в четыре раза с 1999 года, и сегодня является проблемой, с которой мы еще не сталкивались. Вину за кризис Трамп возлагает на предыдущую администрацию США. По его словам, из-за политики смягчения уголовного преследования на федеральном уровне, число судебных процессов, связанных с наркотиками, сократилось в период с 2011 года по 2016 на 23%. Также снизился и средний срок наказания за такие преступления. Трамп пообещал обратить вспять эту тенденцию и бороться с источниками снабжения на глобальном уровне. Мы также проводим очень, очень жесткую политику вокруг нашей южной границы, откуда поступает значительная часть наркотиков. Мы также ведем переговоры с Китаем. Там появляются новые виды кустарно произведенных веществ, и это плохо. Мы говорим с другими странами и налаживаем сотрудничество. Специальная комиссия, созданная для изучения проблемы, призвала президента ввести режим чрезвычайного положения для борьбы со злоупотреблением опиоидами на национальном уровне. Министр здравоохранения Том Прайс подчеркнул, что в 2015 году от передозировки погибли 52 тысячи американцев. И эти цифры продолжают расти. Его ведомство пообещало оказывать помощь всем наркозависимым и инвестировать средства в исследование новых возможностей болеутарения без наркотических веществ. Одно из направлений нашей деятельности касается исследования наиболее оптимальных методов борьбы с зависимостью. Мы стремимся в самых разных штатах, регионах и общинах страны связаться с теми, кто лично столкнулся с этой проблемой, с семьями, которые были опустошены кризисом наркомании, поговорить с людьми, которые были наркоманами и смогли излечиться, для того, чтобы узнать, что именно работает. По мнению экспертов, корни опиоидной эпидемии кроются в самих методиках борьбы с болью. По словам специалиста по лечению и реабилитации алкогольной и наркотической зависимости Натальи Кишкаревой, одной из первых мер должна стать работа с врачами, выписывающими обезболивающие препараты. Ну, как бы, чтобы предотвратить, да, я думаю, что ужесточить, во-первых, вот этот доступ как бы уменьшить, это должна быть проведена работа, я так понимаю, что семейные врачи, стоматологи, все люди, невропатологи, некоторые другие специальности. По официальным данным, каждый год в США врачи официально выписывают более 250 миллионов рецептов сильных болеутоляющих. Как правило, отмечает Кишкарева, пациенты обращаются за ними из-за боли в спине, и впав в зависимость из-за большого потенциала привыкания, продолжают принимать их и после завершения курса лечения. Человек приходит к доктору, жалуется на боль в спине, выписывается на 30 дней таблетки, что нас, психиатров, ужасает всегда. И мы видим, что доктора, терапевты, очень многие стоматологи при каких-то небольших даже оперативных стоматологических операциях выписывают иногда не на несколько дней эти обезболивающие препараты, сразу на целый месяц дается. По словам министра здравоохранения Тома Прайса, для борьбы с этой проблемой Национальные институты здоровья разрабатывают вакцину против наркотической зависимости и болеутоляющие средства, не вызывающие привыкания. Златиста Хоук, Ева Болдина, Настоящее время, Америка. Теперь о новостях из мира финансов. Сегодня пользователи одного из крупнейших в мире сервисов потокового видео, Netflix, получили неприятное известие. Скоро из него исчезнут все фильмы и мультики студии Disney. Почему, расскажет ведущий проект «Время – деньги» Борис Кольцов, он присоединяется из нашей студии на Манхэттене. Боря, привет! Я вот думаю, и что же из моего Netflix исчезнет «Frozen», которая поет «Is it snow» или как там, что они там поют? Да, Ром, привет! Исчезнут они с 2019 года. До этого момента Disney будет готовить к запуску собственный потоковый сервис. И они считают, что таким образом они смогут улучшить свои бизнес-показатели. Кстати, это интересная тенденция. Я думаю, что Disney будет не последним крупным производителем видеоконтента, который решит развивать собственный бизнес, по примеру, Netflix. И пока непонятно, к чему это приведет. Потому что все-таки уже на этой площадке, помимо Netflix, играет такой крупный игрок, как Amazon, у которого свой потоковый сервис есть. И вот интересно, вот те, кто будет отделяться от этого, они выиграют или проиграют? Потому что все-таки непонятно, будут ли люди подписываться на платные, делать платную подписку только на продукцию одного производителя. Так что, мне кажется, что шаг рискованный. И это доказывает и судьба акций Netflix, которые сначала упали, а потом все-таки вернулись примерно на тот же уровень. А я тебе скажу, Боря, особенно как родителю ты поймешь, что будет происходить. Когда у тебя дети в очередной раз потребуют Frozen или Пиратов Карибского моря, ты как миленький будешь платить и Netflix, и Amazon, и Disney, и еще шести компаниям по 10 долларов в месяц. Ну, на самом деле, что касается детей, то есть другие способы бесплатные, но я не буду о них сейчас здесь говорить. Да, не будем. Все-таки куперайт в Америке – это святое. Борис Кольцов, ведущий проект «Время – деньги». Буквально через 20 минут новости экономики и данные из бирж. В проекте «Время – деньги». Боря, увидимся. В Нью-Йорке проходит выставка портретов, созданных на основе ДНК Челси Мэнинг, информатор Викиликс, раскрывшего огромный объем секретных документов Пентагона. Мэнинг поступил на службу в американскую армию мужчиной, но после того, как был арестован и приговорен к 35 годам лишения свободы за разглашение секретных документов, объявил о желании сменить пол и попросил, чтобы его называли не Брэдли, как нарекли родители, а Челси Элизабет Мэнинг. Президент Барак Обама незадолго до ухода с поста президента смягчил приговор. В мае этого года Челси Мэнинг вышла на свободу. На необычной выставке на стыке искусства, науки и политики побывал наш нью-йоркский корреспондент Михаил Гудкин. Не стоит среди этих трехмерных портретов искать тот, который наиболее схож с внешностью Челси Мэнинг, которая побывала на открытии выставки в галерее Фридмана, но наотрез отказалась общаться с прессой. У каждого из этих портретов масок есть нечто общее с Челси Мэнинг. Все они созданы на основе ее ДНК. Это выборка из 30 портретов, которые могут быть получены, используя алгоритм анализа ДНК Челси. Художник Хизер Дьюи Хегберг начала переписываться с Челси Мэнинг, пока та еще сидела в военной тюрьме, и ее нельзя было фотографировать. Мэнинг прислала бруклинской художнице образцы своего ДНК, включая волосы и мазки из полости рта. Дьюи Хегберг использовала свои знания молекулярной биологии и приемы, применяемые полицией, при расшифровке ДНК. Из полученных ее образцов Дьюи Хегберг извлекает ДНК, увеличивает концентрацию интересующих ее фрагментов с помощью полимеразной цепной реакции, обрабатывает полученные данные с помощью написанной ее программы и в итоге делает выводы о тех или иных внешних особенностях человека. Затем Дьюи Хегберг добавляет некоторые штрихи к полученным моделям и распечатывает их на 3D-принтере. Но как объяснить то, что все эти портреты, созданные на основе ДНК Челси Мэнинг, столь не похожи друг на друга? И как повлиял на результат тот факт, что Мэнинг проходила курс гормональной терапии по смене пола? Очень сложно определить половые признаки по геному человека, и портрет Челси это лишний раз демонстрирует. Проект Хезер Дьюи Хегберг в целом демонстрирует субъективный характер расшифровки ДНК. Так, например, гены, ассоциируемые с голубым цветом глаз из Северной Европы, встречаются также в ДНК афроамериканцев и жителей Юго-Восточной Азии. Как оказывается, наш ДНК определяет только приблизительно треть того, как мы выглядим, с чего состоим, какими болезнями болеем и так далее. В противовес общепринятому мнению, которое разделяется как и корпоративными компаниями, так и полицейскими детективами, наш ДНК не полностью и недостоверно определяет нашу личность. Хезер Дьюи Хегберг беспокоит то, что анализ ДНК все чаще применяется полиции при составлении фотороботов подозреваемых преступников. Понятно, что полиция пытается использовать все возможные методы для раскрытия преступлений и поиска подозреваемых, но порой они готовы использовать технологию прежде, чем ее эффективность доказана. Технологии расшифровки ДНК еще не готовы к такому применению. Директора галереи Илью Фридман, уроженцы Москвы, уже более 25 лет живущего в Америке, в этом проекте привлекли не только инновационные технологии и необычная эстетика, но и философская составляющая. В принципе, на 99,9999% все мы идентичны между собой, а разделяет нас ничтожная малость. Для Хизер Дьюи Хэгберг, как и для самой Челси Мэринг, заявленной в качестве соавтора проекта, эти работы имеют глубокий радикальный смысл, подрывающий устоявшиеся представления о человеческой личности. Я пыталась донести идею того, что генетика не определяет нашу судьбу. Я выступаю за право каждого человека самому определять свою личность, прислушавшись к себе, и против того, чтобы внешние силы диктовали, кем мы должны быть. Выставка в галерее Фридмана в Нижнем Манхэттене продлится до начала сентября. Михаил Гудкин, Сергей Гусев. Настоящее время. Из Нью-Йорка. Кровопролитная гражданская война в Сирии нанесла не только огромный материальный ущерб в стране. По мнению американского фотографа и музыканта Джейсона Хешем Хемашера, пострадала и сама душа народа. Он надеется, что его коллекция сирийской религиозной музыки сможет хотя бы отчасти помочь процессу их заживления и культурного восстановления богатства Сирии. Джейсон Хемакер – барабанщик, фотограф и активист. Одна из главных целей его жизни – сохранение религиозной музыки Сирии. Все началось в 2006 году, когда друг пригласил Джейсона принять участие в культурологической экспедиции в Сирию с целью изучения музыки христиан этой страны. У меня сразу голова закружилась. Я тут же вспомнил книгу историка Уильяма Далримпла, которую он описывает песнопения христиан, услышанные им в сирийской пустыне. Однако, как оказалось, студийных записей этой музыки нет. Единственный способ получить их – это съездить в Сирию и организовать запись. Так Хемакер попал в Алеппо, став участником фотографического проекта для музея Нью-Йорка и параллельно членом музыкальной экспедиции. Во время первой поездки в 2006 году у меня выдалось четыре свободных часа. Мы тогда собрались и поехали в армянский квартал. Это изменило мою жизнь. Я так говорю потому, что после этой поездки траектория моей жизни попросту стала другой. В последующие годы Хемакер несколько раз посещал Сирию, фотографировал исторические памятники, старые надгробные плиты и исторические достопримечательности. И, конечно же, записывал религиозную музыку этой многонациональной страны. С началом военных действий поездки прекратились, но не прекратились усилия Хемакера. Он стал выпускать свои записи суфийской, армянской, халдейской и православной музыки. В своих музыкальных альбомах и фотографиях Хемакер пытается рассказать западной аудитории о том, что он обрел в Алеппо. Я был в самых разных странах мира, и комфортнее всего мне было в Сирии. Это чувство не имеет никакого отношения к властям страны. Оно вызвано ее простыми жителями. По словам музыканта, война разрушила не только старые районы Алеппо и архитектурные сокровища, она разрушила душу страны. Вопрос не в том, будут ли восстановлены города. Их могут поднять из руин. Для меня вопрос в том, что будет с душевными ранами сирийцев. Удастся ли вернуть эту особую сирийскую душу после того, как погибли люди. У меня нет ответа. Джейсон Хемакер надеется, что культурное богатство Сирии еще можно вернуть, посадив семена, бережно собранные теми, кому довелось с ним соприкоснуться. Согласно недавним исследованиям, примерно 38% работ, в которых сейчас задействованы люди, через 15 лет будут выполняться роботами. Эксперты, собравшиеся на парижской выставке Robotic Expo, утверждают, что человечеству стоит приготовиться к новой реальности, если оно хочет избежать социальных потрясений. Роботы появились на многих заводах по производству автомобилей. Только посмотрите, как эта машина ловко сваривает кузова в одной и той же точке. Изо дня в день, час за часом, не уставая и не жалуясь на монотонность. Но эти аппараты предназначены только для одной задачи. Сегодня новое поколение роботов, поступающих на рынок, знает гораздо больше, обладая сразу несколькими навыками, что позволяет им легко переключаться между задачами. Если у вас имеется хотя бы одна база данных навыков, вы можете использовать их элементы в других задачах, как блоки в игре Lego. Роботы также всё лучше работают в тесном контакте с человеком. Новую систему уже позволяет понимать, где стоит живой человек, и планировать траекторию движения роботов таким образом, который позволяет избежать столкновений при выполнении задачи. Возможность некоторых роботов видеть, слышать и записывать происходящее вокруг на видео поднимает целый пласт этических проблем. Например, человек может не знать о том, что его или её постоянно снимают на видео или прослушивают, и что третья сторона может получить доступ к этой информации. Поэтому этичное применение роботов чрезвычайно важно. Работа на производстве, на транспорте, ликвидация пожаров или уход за больными и пожилыми роботы должны будут понимать человека. Но и нам придётся принять тот факт, что грядущие изменения неизбежны. В настоящий момент многие испытывают чувство тревоги, потому что ситуация меняется. Очень важно заставить людей переосмыслить то, как они будут использовать свою энергию в будущем, понять, что возможности открыты. Если мы будем думать о будущем по-другому, мы будем действовать по-другому и в настоящем. Эксперты отмечают, что автоматизация в значительной степени затронет низкоквалифицированный труд, и единственная возможность смягчить этот удар — это адаптироваться к новой ситуации. Многие считают, что компьютерное программирование требует исключительно технических навыков и талантов, и поэтому может быть полезным в первую очередь тем, кому легко даётся математика и логика. Однако, как выясняется, программирование требует ещё одного качества — творческого мышления. Наш корреспондент в Кремниевой долине подготовил репортаж о развивающей игре для детей. На первый взгляд может показаться, что Дилан и Меган Додж играют в компьютерную игру, но на самом деле ребята сочиняют музыку с помощью программы. Это помогает им развивать аналитические способности, которые так нужны современной молодёжи. Однако программирование требует не только аналитических способностей, отмечает создатель этой компьютерной игры Osmo Coding Jam. Мы хотим исследовать творческую сторону программирования, которую изучают не столь часто. Мы присмотрелись к игре Лего как к отличному примеру того, насколько дети любят строить и создавать. Но в нашем случае это не замки или дома, а строчки кода. Технологии во многом меняются и становятся всё более интерактивными, потому что разработчики стали вводить элементы искусства. Уже просто писать программу и нажимать кнопки на клавиатуре мало. Сегодня все хотят получить определённый опыт. И в случае с моими ребятами, это связь с создаваемой пользователем музыкой. Разработчики уверены в том, что программирование необходимо рассматривать как инструмент, позволяющий людям создавать всё необходимое. Эта игра предлагает наборы кода, которые ребята уже используют для сочинения музыки. Больше всего мне нравится то, что мы учим детей творческому подходу к программированию. Это очень важная вещь, и дети должны комфортно себя чувствовать при работе с языком машин. Эта цель становится всё более актуальной по мере того, как всё больше детей учатся программированию. Многие родители уже считают владение этим навыком столь же полезным, как знание второго языка. Я думаю, что карьеры будущего потребуют от следующих поколений определённого уровня понимания концепции программирования. Мы хотим не просто создавать рабочую силу, мы хотим вырастить творческих людей. По мнению специалистов, развивать отделы мозга, отвечающие за творческое мышление, сегодня столь же необходимо для подрастающего поколения, сколько умеет писать программы. Какой серфер не мечтает оказаться на гребне волны? Правда, мало кто задумывается, что эта самая волна изобилует целым набором бактерий, химических элементов, оседающих на хоже, загорелых парней и девушек. Но самое удивительное, это им совсем не вредит, что дало учёным повод задуматься о невидимых механизмах защиты, которыми обладает человеческий организм. Клифф Каппоне — учёный и сёрфер. В рамках своего уникального проекта он изучает влияние моря на здоровье сёрфера. Если у сёрферов из самых разных регионов мира, разных культур и рас есть похожие характеристики, то стоит задуматься, эта связь существует потому, что у них схожий образ жизни, или она возникла из-за постоянного нахождения в воде. В рамках исследования Каппоне занимается сёрфингом по всему миру, снимая образцы кожи у коллег по доске. Учёные планируют составить отчёт о микроэлементах, оседающих на коже сёрферов после целого дня на воде. Я приезжаю в страну и какое-то время трачу на налаживание отношений и связи с местной общиной сёрферов. Потом я спрашиваю у них, не хотели бы они поучаствовать в моём исследовании о бактериях и химических соединениях на их коже. Ребята, откатавшись целый день, дают невозможность взять образцы, которые я отсылаю в лабораторию в Сан-Диего. Теория Каппоне заключается в том, что, несмотря на обилие опасных бактерий в океанической воде, сёрферы болеют не чаще, чем остальные. Следовательно, на их коже должна присутствовать какая-то защитная бактерия. Микробиомы и химические вещества, обнаруженные в нашем теле и на поверхности кожи, являются неоттемлемой частью общего состояния здоровья. Это открывает возможности для создания новых технологий, причём не только в медицине. Речь идёт не только о здоровье, но и о защите окружающей среды, и нуждах судмедэкспертизы. Исследование Каппоне является частью масштабного проекта под названием «Американский кишечник», целью которого является исследование того, как человеческое тело использует бактерии, плохие, хорошие и даже смертельно опасные, для нормального функционирования. Каппоне рассчитывает, что сможет опубликовать результаты своего исследования в следующем году. Тейлор Свифт собирает толпы не только на своих концертах, но и у здания суда. Вчера в Денвере состоялся второй день слушаний по поводу сексуальных домогательств, в которых певица обвинила диджея Дэвида Мюллера. Кто прав, а кто виноват, знает Карина Бафраджан. Карина. Привет, Рома. Всё началось в 2013 году, когда молодой человек был уволен после заявления Тейлор Свифт о том, что диджей приставал к ней во время совместной фотосессии. Мюллер подал в суд на звезду в 2015 году, уличив её в ложных обвинениях, из-за которых он потерял хорошую работу. В свою очередь Тейлор обратился к встречным искам за нанесение телесных повреждений. В суде Мюллер отрицал всё обвинение. Слушание будет продолжено сегодня, когда сама звезда будет давать показания. Виктория Бекхам подала в суд на кафе, назвавшей её иконой анорексии. Британское кафе под названием Golden Fish and Chips использовало имя Виктории для рекламы своей пиццы, выбрав для неё слоган «Наша пицца тоньше, чем Виктория Бекхам». Картинка с изображением Виктории появилась на фирменных фургонах заведения. Дизайнер посчитала такой пиар-ход неуместным и подала на кафе в суд. Руководители заведения уже начали приносить звезде свои извинения, но к делу подключились организации, занимающиеся проблемами анорексии. Поэтому извинения придётся приносить не только миссис Бекхам. В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Единственный живой парень в Нью-Йорке». Картину представили исполнители главных ролей, в их числе актриса Кейт Беккенсейл. В фильме героиня Кейт исполняет роль роковой соблазнительницы, которая закрутила роман с парнем вдвое младше себя. «Я большая поклонница режиссёра Марка Уэбба. Он лучший. Вся наша команда была замечательной. Провести 5-6 недель с этими людьми в Нью-Йорке было очень здорово». На красной дорожке Кейт присоединились её коллеги Джефф Бриджес, Кирси Клемсон, Синти Никсон и Колумб Тёрнер. Дэвид Леттерман возвращается на телеэкраны. Netflix покажет шесть часовых программ с известным журналистом. Сам Леттерман в интервью журналу The Hollywood Report признался, что мечтает взять интервью у лидера КНДР Ким Чен Ыной, президента США Дональда Трампа. Удастся ему это или нет, мы узнаем в 2018 году, когда состоится премьера программы. Не успел Буди Аллен завершить работу над своим новым фильмом «Колесо чудес» Кейт Уинслет и Джастина Тимберлейка в главных ролях. Как уже приступил к работе над новой картиной, на этот раз музой режиссёра станет певица Селена Гомес. К ней присоединится Эль Фаннг и Тимоти Чаламет. Пока что это предварительный актёрский состав, возможно, Аллен пригласит ещё и других звёзд. Другие подробности, включая название будущего фильма, пока неизвестны. Нам остаётся только ждать. Рома, тебе слово. Спасибо, Карина. В эти дни на Лос-Анджелеских пляжах парад турниров. Одни соревнуются в пляжном волейболе, другие участвуют в заплыве в прокладных и бурных тихоокеанских волнах, а третьи состязаются в искусстве создания песчаных скульптур. Участие в этом творческом конкурсе может принять кто угодно, благо строительного материала хоть отбавляй. Было бы, как говорится, вдохновением. На этом соревновании в ход идёт всё, что под руку попало. Это кредитная карточка. Я не буду вам её показывать, чтобы не рекламировать никого. Вилл вместе с друзьями участвует в таком песочном соревновании впервые. В конкурсе на лучшую скульптуру, что проходит на пляже в Манхэттен-Бич, участвуют исключительно любители. И фантазия их не знает границ. Мы строим замок с большим населением. Богатые люди живут тут, наверху, а бедные – внизу. Если бы я жил тут, я жил бы внизу. Я очень бедный. Кто-то строит свой песочный замок всей командой, а кто-то – в гордом одиночестве. Это самый большой кит в мире, и я делаю его в натуральную величину – 44 фута в длину. И тут требуется много работы. У кого-то даже есть свои секреты приготовления песочных пасок. Это очень необычно. Вода и песок. Это все равно, что печь торт. Любительский турнир проходит уже 57 лет. Я участвую в нем с 2002 года. И за это время видел всякое. Спанчбоба, сидящего в Вольксвагене. Вулканы, замки, драконов и русалок. По словам организаторов, профессиональные песочные мастера приглашаются на участие в подобных конкурсах лишь за высокие гонорары в несколько тысяч долларов. В работе они используют специальные растворы и оборудование. Особенность же этого мероприятия – суметь за 90 минут построить песочную скульптуру из подручных средств, что для новичков занятие сложное. Зрителям же остается успеть запечатлеть себя на фоне песочных декораций. На то, чтобы сделать красивую фотографию, зрители всего полчаса очень скоро. Вода подойдет близко к берегу и смоет песочные замки. Победил в этом соревновании Вилл со своими друзьями. Их замок судьи единогласно признали лучшим. Остальные участники получили поощрительные медали и опыт в песочном искусстве. На пляжах Лос-Анджелеса он очень пригодится. Ангелина Багдасарян, Вазген, Воржебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес. Манхэттен-Бич. Этот сюжет лишь заставляет меня все больше думать об отпуске. Вы смотрите проект «Настоящее время. Америка». Прямой эфир из Вашингтона на канале «Настоящее время». Смотрите нас в кабельных сетях в ваших странах и в любой точке мира через сайт currenttime.tv, а также на страницах «Настоящее время» в социальных сетях. Не забывайте также скачивать наше приложение для ваших умных гаджетов. На следующие 15 минут мы передаем слово нашим коллегам в Нью-Йорке проекту «Время. Деньги» Борис Эфертвой. Роман, спасибо. Всем привет. Американский информационный час продолжает проект «Время. Деньги». Бизнес-новости с деловой столицей мира в студии Борис Кольцов. Сегодня в выпуске. Напряженность вокруг Северной Кореи сдвинула мировые рынки в негативную зону. Корпорация Disney изымает свои фильмы из потокового сервиса Netflix. Как это сказалось на курсе акций последнего. И в чем экономическая выгода пересечения улиц под прямым углом? Специальный репортаж программы из Нью-Йорка. В Азии и глубже всех в красную зону ушел токийский индекс Nikkei на фоне роста японской валюты по отношению к доллару, которую традиционно в периоды геополитической напряженности инвесторы используют как безопасный актив. Курс иены достиг сегодня двухмесячного пика после ужесточения риторики между Вашингтоном и Пхеньяном. В Гонконге и Шанхае потери менее значительные индекс. Шанхай-композит снизился на 0,19%, гонконгский Хангсенг ушел в минус на треть процента. В Европе картина более драматичная. Париж закрылся почти на полтора процента в красном. Там, помимо ядерных амбиций северокорейцев, на настроение инвесторов повлияло ЧП с умышленным наездом автомобиля на французских военных, которое следствие позиционирует как теракт. Франкфурт закрылся сегодня более чем на процент в минусе, Лондон более чем на полпроцента. Что касается конфликта между Северной Кореей и Соединенными Штатами, я думаю, мы должны определиться с тем, что происходит в настоящий момент. И сейчас, кроме как угрозы военных действий, ничем другим я эту ситуацию назвать не могу. В долгосрочной перспективе Северная Корея будет иметь возможность использовать ядерные боеголовки в своих ракетах дальнего радиуса действия. Это, безусловно, представляет опасность для всего мира, и мы не можем этого допустить. Данный вопрос будет нас всех сильно беспокоить в ближайшие годы. В США все биржи после открытия тоже в негативной зоне. Dow Jones сейчас в минусе на четверть процента, S&P 500 на восемнадцать сотых процента и Nasdaq в минусе на четыре десятые процента. Со мной в студии финансовый аналитик Надя Кодирова. Надя, привет. Спасибо, что нашла для нас время. Вот скажи, пожалуйста, сейчас мы наблюдаем, как рынки реагируют только на усиление риторики между Пехеньяном и Вашингтоном. А вот если дело дойдет до военного конфликта, не дай бог ядерного, ну просто если Вашингтон в какой-то момент решит обезопасить себя от возможных ядерных ударов по своим объектам, если решат, что северокорейцы на это способны. Вот как, на твой взгляд, прореагирует рынок? Может ли это стать своего рода источником глобального кризиса? Либо у рынка есть некий предел, ниже которого он в такой ситуации не опустится? Вчера мы видели интересную картину. В принципе, рынок поднимался наверх, пока не пришли новости серной кореи. И первая волна падения была связана именно с новостями. Вторая волна была связана именно с достаточно жестким ответом президента. Также индексам не помогли вчерашние неудачные отчеты. Поэтому сегодня мы видели, что все индексы упали, однако в течение дня они начали постепенно покупаться. То есть, как мы видели уже, 9 из 10 раз, каждый раз, любой падение начинает покупаться. Поэтому я думаю, что в ближайшие пару дней мы должны мониторить, какая ситуация будет находиться на рынке. И это будет очень важно для дальнейших действий. Мы уже обсуждали волнатильность много раз. Основным трендом было все это время, основные все хедж-фанды продавали волатильность. И она достигла минимального уровня за последние 20 лет. И в последнее время мы видели, что, в принципе, несмотря на то, что рынок шел наверх, волатильность была достаточно стабильной. Мы знаем, что всплеск волатильности всегда наблюдается в такие моменты, как политическая настабильность и другие страхи. Мы видели это со временем Брекзита. То есть сейчас, в последние два дня, мы видели всплеск волатильности. То есть мы будем тоже следить, как ситуация с уровнем страха на рынке. Если инвесторы будут покупать волатильность, то мы можем сказать, что, возможно, да, какие-то сдвиги на рынке будут продолжаться. И, в принципе, может быть, когда-то это один из десяти раз придет, когда рынок упадет более серьезно. Понятно. Но ждать какого-то там глобального кризиса из-за военного конфликта США и Северной Кореи не следует. Ну, в связи с фактами пока, да, тут очень много спекуляций идет. И, как ты сказал, много риторики. Пока нет каких-то определенных... Рынок не любит военные действия, конечно. Поэтому все инвесторы настороженно к этому относятся. Но пока нет какого-то факта, что какие-то военные действия начинаются. Я думаю, пока не стоит волноваться. Мы еще успеваем поговорить про евро. Вот буквально вчера и позавчера евро выглядело очень убедительно. И было много рекомендаций в него вкладываться. Сегодня он чуть-чуть снизился, потому что люди вкладываются в золото, в доллар, в иену. Но не в евро на фоне вот этой напряженности. Следует ли этот момент воспринимать именно как повод прикупить побольше евро сейчас? Потому что тенденция к росту все-таки была в последнее время. Ну, евро очень помог в тот момент, что, в принципе, инфляция в США была более ниже ожидаемого. И как бы возникли волнения по поводу следующих шагов Федорезерва. В то время как банк в Европе возможно сократит свою стимулирующую политику. Я думаю, вполне возможно. Евро немножко еще поднимется. Но не знаю, следует ли покупать его с этих уровней. К тому же в момент политической инстабильности мне все-таки нравится больше доллар по сравнению с евро. Если вы хотите дефицитировать корзины, то лучше прикупить франк или иену, если как бы ситуация на рынке. Швейцарский франк. Это был финансовый аналитик Надя Кадирова, один из наших постоянных экспертов. А мы продолжаем. Следующая новость о том, что компания Disney решила изъять свои фильмы с видеоплатформы Netflix и начать свой собственный потоковый сервис по подписке в 2019 году. Глава компании Боб Айгер в интервью с CNBC объяснил, что у Disney всегда были хорошие отношения с Netflix, но сейчас компания решила развивать новое бизнес-направление. Подписчики Netflix смогут смотреть фильмы от Disney и мультфильмы от Pixar до конца следующего года. А вот телевизионные передачи от компании Marvel так и останутся на ресурсе Netflix. Первыми фильмами компании Disney, которые можно будет смотреть в ее потоковом видеосервисе, станут премьеры 2019 года «История игрушек 4», «Холодное сердце 2» и «Шоу Король лев». Также компания дополнительно инвестирует в создание оригинального контента для новой платформы. Кроме платного сервиса для просмотра кинофильмов, Disney запускает еще один для спортивного канала ESPN. Для осуществления этих амбициозных планов Disney выкупила более чем за полтора миллиарда контрольный пакет акций компании BAM Tech. После оглашения новостей от Disney, уже после закрытия торгов, акции компании Netflix упали более чем на 5%. Но сегодня в течение дня ценные бумаги потокового сервиса восстановили позиции. И сейчас снижение стоимости акций Netflix составляет 2,3%. Интернет-гигант Amazon запатентовал сеть мобильных центров доставки с использованием дронов, которые способны взлетать и доставлять товары с движущихся поездов, кораблей и грузовиков. В своем патенте Amazon определяет специально разработанный контейнер с открывающимся верхом как транспортное средство с центрами по доставке, расположенными внутри. Мобильные станции также оснащены средствами технического обслуживания дронов, которые способны заменить батареи, двигатели и пропеллеры. Эти блоки могут быть погружены на поезда, корабли и грузовики, находящиеся в движении. Их будут направлять в регионы с повышенным спросом. Сеть мобильных центров доставки может позволить сократить расходы на строительство стационарных складов. Однако, отмечает агентство Reuters, нет никакой гарантии, что Amazon станет первооткрывателем новой схемы доставки товаров. Почтовая служба UPS также тестирует доставку посылок дронами, взлетающими с грузовиков. Планировка города, оказывается, влияет на его экономику. Мой коллега Евгений Маслов изучил эту тему на примере города Нью-Йорк. Нью-Йорк с его вертикальной эстетикой в мегаполис с небоскребами превратился на рубеже 20 века, став прообразом города будущего и примером для многих мировых столиц. Но этот успех, похоже, был прописан в истории, а точнее сказать, распланирован задолго до этого. Даже те, кто никогда не бывал на Манхэттене, наверняка по фильмам или из книг знают о том, что Нью-Йорк – город с геометрической планировкой. Помните, как у Маяковского в стихотворении Бродвей? На север с юга идут авеню, на запад с востока – стриты. Этот план был разработан еще 200 лет назад, но его авторы словно смотрели в будущее, заложив, как считают многие, основу экономического процветания города. Прямоугольная планировка Нью-Йорка улицы Авеню была создана в 1811 году. Большая часть населения города тогда проживала в нижней части Манхэттена, где улицы пересекались под разными углами. Новый план Нью-Йорка разработала специальная комиссия, учрежденная штатом. В ее задаче входило сделать расчет, как будет развиваться мегаполис, и какая планировка подойдет Нью-Йорку лучше. О том, как создавался этот план, куратор выставок и заместитель директора музея Нью-Йорка Сара Хенри, знает в мельчайших деталях. Этой теме в музее посвящена специальная экспозиция. Комиссия в составе трех человек работала совместно с геодезистом Джоном Рэндаллом-Ладшем. Он должен был исследовать геодезическое состояние острова Манхэттен. Это был очень революционный и амбициозный план развития города для того времени. Пронумерованные пересекающиеся под прямым углом улицы, идущие с запада на восток, и авеню с севера на юг на протяжении 8 миль. Тогда эти земли были заняты фермами, но создатели плана города уже тогда понимали, что Нью-Йорк со временем превратится в процветающий мегаполис, и ему нужна планировка, которая будет способствовать быстрому экономическому росту. Уже на начальном этапе реализации проекта прямоугольный план Нью-Йорка сыграл решающую роль в формировании рынка недвижимости города и определил направление его дальнейшего развития, заложив фундамент для создания инфраструктур современного мегаполиса. Как вы понимаете, владелицы земель, по которым должны были пройти улицы, сперва были не в восторге от этой идеи, но очень быстро к ним пришло понимание того, что их бывшие фермы превратятся в торговые улицы крупного города, и здания будут размещаться компактно. Это значит, доход от аренды будет высоким. И тут же начались земельные акционы, на которых ковались целые состояния. Планировка несколько удивляла многих сперва, поскольку контрастировала с традиционными городскими планами, скажем, планом Вашингтона, с его улицами, пересекающимися под разными углами и круглыми площадями. Но это было не столь прагматично в экономическом смысле. По-настоящему потрясает то, что идея геометричной планировки Нью-Йорка появилась в начале 19 века, задолго до того, как была построена подземка, железная дорога, и появились автомобили. Но благодаря своей планировке город быстрее адаптировался к новым технологиям и инфраструктурам. Экономика города зависела от торговли по морю. И благодаря сквозным улицам к портовым набережным был более удобный доступ. Авеню, идущие с севера на юг, стали выполнять функцию транспортных артерий, доставляющих людей из спальных районов в Мидтаун и Нижний Манхэттен, где находились офисы и Уолл-стрит. Генеральный план города оказался универсальным для Нью-Йорка с точки зрения эффективности. Если вы посмотрите на изначальный план Нью-Йорка, вы не увидите там Центрального парка. Создатели плана отвели, конечно, некоторые участки под небольшие парки и рыночные площади. Но в основном это были повторяющиеся одна за другой улицы. Центральный парк был, что называется, добавлен в план города спустя поколения. Но опять же, что восхищает, насколько эта геометрическая структура оказалась гибкой к появляющимся идеям. Вы можете убрать из плана несколько кварталов, как строительные блоки, и заменить их в данном случае гигантским парком, не меняя принципиальную структуру планировки улиц. Благодаря универсальной во многих смыслах планировке Нью-Йорка ты можешь легко научиться ориентироваться в городе за один день. Нет необходимости изучать карты и запоминать названия улиц. Не требуются годы для того, чтобы прекрасно разбираться в том, как из одной точки острова Манхэттен добраться в другую. Каждый приезжающий сюда при желании быстро ощущает себя коренным нью-йоркцем. В этом смысле, как считают в музее, план Нью-Йорка является метафоричным. Он символизирует американскую мечту и открытость для поколений, пребывающих в страну эмигрантов. Евгений Маслов, Майкл Эккельс. Настоящее время. Нью-Йорк. Евгений Маслов сейчас со мной в студии. Женя, спасибо, что нашел время еще пообщаться здесь. И скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что когда в позапрошлом веке так придумали планировать город квадратами, об экономической выгоде в современном понимании, конечно же, никто не думал. И да, и нет больше. То есть, с одной стороны, главное для градостроителей тогда было заложить основание рынка недвижимости Нью-Йорка. И, разумеется, так совпало, что спустя столетия с появлением новых технологий, новых городских инфраструктур, таких как подземка, таких как в Нью-Йорке, если ты помнишь, была надземная железная дорога до появления подземки, транспортировка от порта к центру города. Все это совпало, но дало необычайный экономический эффект. Собственно говоря, поэтому Нью-Йорк стал в каком-то смысле таким прототипом градостроительства в Америке. Если посмотреть на план города Чикаго, Лос-Анджелеса, любого крупного города и мегаполиса Соединенных Штатов, видно, что, в общем-то, они строились по такой же схеме. Не было, конечно, улицы и авеню, как в Нью-Йорке, пронумерованные. Но сам принцип квадратуры, вот этой блочной квадратуры, он получился таким же. Собственно говоря, поэтому американские города, в общем-то, в этом смысле похожи. И это одна из причин, почему инфраструктуры, городские инфраструктуры, очень сильно эволюционировали именно в Америке. И потом из Соединенных Штатов, в общем-то, были экспортированы. Эта модель была экспортирована во все крупные мегаполисы мира. Ну, в Европе немножко иначе, поскольку там была другая структура городов, исторические. Ну, а в современных азиатских мегаполисах, это, в общем-то, по американской схеме, я бы сказал. Спасибо большое. Это был Евгений Маслов, мой коллега. И на этом мы завершаем наш выпуск. До встречи завтра. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова